МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «7 минут». Ежегодно губернатор Лизанской области торжественно отмечает курсантов и адъюнктов, отличившихся в учебе и творчестве. В нашу студию прямо с корабля на бал приехали курсанты Академии Государственной противопожарной службы МЧС Ульяна Бондарева и Екатерина Сабаева. От нашей телекомпании поздравляю вас с заслуженной наградой. А теперь рассказывайте, как прошел день награждения. День прошел очень увлекательно. В то же время очень волнительно все было. Мы приехали на прием к самому губернатору. Такое бывает не каждый день. Прошло все очень здорово. Нас наградили цветами, свидетельцем, денежным поощрением. Было много камер. Все было очень весело на высоком уровне. Участников много было? Да, достаточно. Около 57 человек. Что предшествовало получению награды? Была огромная работа, расскажите. Участие в различных конкурсах, фестивалях, отличная учеба, активная деятельность общественная. На академическом уровне и на уровне системы МЧС России. Как проходил отбор участников, знаете? По лучшим показателям и в учебе, и в активной жизни вуза. В принципе, все должно быть на лучшем уровне. Где вы учитесь? На каком курсе? Как сейчас проходит обучение ваше? Я учусь на четвертом курсе Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Ульяна на третьем. Да, Ульяна на третьем. Учеба проходит в ритме нон-стоп. Помимо учебы самой непосредственного пара, у нас проходит и строевая подготовка, и учения с выездом в другие города Московской области. И в то же время мы успеваем активно участвовать и в КВН, и в смотрах художественной самодеятельности. На все время не хватает. То есть вы на все с юмором смотрите по всему? Да. Сложно учиться? Да. В принципе, сложновато, но очень интересно. И это как бы одно-другое замещает. Мне всегда интересно другое. Почему девушки выбирают форму, тем более красивые, длинноногие, стройные, длинноволосые. Все при всем. Тем не менее, форма. Почему? Ну, судя по всему, много причин этому на самом деле предшествует. Во-первых, форма красивая. Красиво смотрится, да. Во-вторых, может быть, толкает как раз то, что хочется что-то мужчинам доказать, что девушке это далеко не слабый пол. И, конечно же, династия, продолжение. И у вас, и у вас? Да. Расскажите тогда о своих. Я в третьем поколении. Дедушка, папа, я. А вы? Ну, у меня крестная работа, это также дедушка, бабушка, ее дворная сестра. Так в чем будет конкретно заключаться ваша специальность, которую вы получите? Инженер пожарной безопасности. Профессия, ну, большей частью инспектора. Выпускаемся и работаем инспекторами по объектам, по каким-то пожарным частям уже непосредственно. Расскажите о своей активной жизни. Вы сказали, что вы люди творческие. Вот это направление как вас привлекло, какую роль вы там занимаете? В частности, и поете, и КВН. Много всего сразу, на мой взгляд. Ну, я занималась пением еще до поступления в академию. Очень жалко было бросать это дело, когда я узнала, что там это развивают, это поддерживают, и начальство, и, в принципе, сам министр. Я очень сильно этому обрадовалась. У нас свои группы создаются, свои творческие коллективы, как танцевальные, так и песенные. Своя лига КВН. Это все развивается, поддерживается, поощряется. Ну, а я люблю рисовать. С детства как бы рисовала. И поступив в академию, думала, что, возможно, не буду дальше как-то развиваться в этом плане. Но академия также проводит и творческие конкурсы на различные темы, которые... Они дают возможность действительно проявить фантазию. Также еще академия предоставила мне огромный шанс проявить себя в плане английского языка. Это различные международные конференции, также различные фестивали, в которых можно почувствовать себя действительно переводчиком на достойном уровне и показать свои знания. То есть, судя по тому, что вы говорите, перспективы у наших выпускников всегда есть. Да, конечно. Главное не унывать, искать возможности, и обязательно помогут и поддержат в этом плане. А своих наставников они у вас есть наверняка? Да, конечно. Есть наставники, которые и поддерживают меня до сих пор, и даже до поступления они меня поддерживали. Это, конечно же, мои родители в первую очередь. Всем моим достижениям они очень рады и гордятся этим. Но также меня не оставляют мои художественные руководители. Они всегда поддержат, подскажут в нужный момент. А девчонок много у вас? 200 человек всего лишь. Давайте для сравнения тогда. А юноша сколько? Около трех тысяч. Около трех тысяч, да. Как живется вам в практическом мужском коллективе таким красивым девушкам? Нас берегут. Не сомневаюсь. Болит, лелеет. Да. Но для преподавателя все равно разницы нет. Девушка-то или парень курсант – это существо без пола. А в плане нагрузок чувствуете разницу? И, в принципе, тяжело ли делать что-то, определенные вещи? Сначала, да. Но ко всему привыкаешь. Даже некоторые результаты в тех же каких-то боевых вещах, которые делают простые пожарные, мы превосходим парней. И этим очень гордятся наши преподаватели. Это что, скорость или техника какая-то? И скорость, и техника, нормативы по боевым развертываниям, на работе на насосах. Правильность выполнения. Правильность выполнения. Преподаватели очень в восторге от этого. Наоборот, нас подбадривают. Давайте, мы парней должны покорить этим. Вы сейчас просто миф развеяли, что женщина в экстремальной ситуации настолько глаза открывать умеет. То есть совершенно... Все девушки умеют. Главное – это развивать. Ваши планы на будущее? Может быть, есть еще какие-то конкурсы, к которым вы сейчас готовитесь? Может быть, это другие какие-то перспективы, о которых мы пока не знаем? Да, есть конкурс. Проходит он в Москве. На очень высоком уровне. Называется конкурс «Патриотическая песня Катюша». Туда мы готовим уже и студийную запись, и съемы клипа идут. То есть готовимся очень серьезно. И надеемся, что это не последний конкурс на таком уровне. То есть у вас есть все технические возможности для самых разных уровней? Да, несомненно. Вы тоже поете? Нет, я, к сожалению, не пою. Она развивается в плане английского. Да, вот тоже в ближайшее время буду готовиться. Уже второй раз на конференцию ООН в НГИМО. То есть полностью разговор на английском, обсуждение мировых проблем, их решения. Что-то маленькая модель ООН. Конкурс строевой службы всегда красив. Всегда даже зрители на нем такие подтянуты. Я бы сказала, расскажите, как проходит это у вас? Изначально проходит отбор на курсовом уровне. Среди, допустим, у нас на курсе 40 девушек. Из 40 выбирается одна. И от курса уже посылается на конкурс строевика. Учится теория, то есть устав, все мельчайшие подробности. Стойки, строя. Строи, да, строевая стойка. А далее все это переходит на практику. Командир дает команды. Девушка или парень-курсант проходит перед ним. Все команды выполняются, если красиво, четко и так, как положено. Курсант занимает призовое место, которое поощряется также денежной премией от 10 тысяч и выше. То есть это поддерживается, тоже финансируется. Там участвуют не только курсанты, но и офицеры. То есть не только простой боец должен держать себя всегда в форме, но и офицерский состав обязательно. А вот лично для себя это зачем? Это что дает? Ну, лично для себя, возможно, какое-то развитие и физической форме, и в умственной, и подкованности в военных знаниях, в теории. Это все пригодится в учебе дальше. Научно-исследовательская деятельность тоже имеет место в вашем ВУЗе. Что там? На каждой кафедре есть возможность выбрать именно то, что тебе по душе, то, чем ты интересуешься. Например, я лично на первом курсе писала исследовательскую работу по истории пожарной охраны. Там был очень огромный выбор тем, можно выбрать и полностью раскрыться. Также эти исследовательские работы, они потом выносятся на всероссийский уровень, на международный уровень, где наши курсанты занимают далеко не последние места. Это тоже развивается, поддерживается. В дальнейшем, если ты занял какое-то место призовое, ты автоматически можешь пойти учиться, продолжать учебу на дюнктуре. То есть там уже тебе будет легче. Ты можешь написать диссертацию, на эту же тему продолжить. То есть это будет одна из составных частей диссертации. Давайте вспомним, когда вы поступали, было сложно поступить в принципе. У нас почему-то у многих абитурентов возникает такой стереотип, что вот все как-то вот у вас династия вам проще, у вас знакомые, вам еще легче. На самом деле много хороших ребят просто приходят, показывают свои знания, у них все получается. Да, конечно, можно вполне. Если ты физически здоров, ты умственно развит, вполне есть много шансов поступить. Это действительно миф о том, что есть где-то знакомые. Надо надеяться всегда на себя. Стремиться достигать поставленных целей. Если будешь уверен в себе, ты всегда везде пройдешь. Остается только еще раз поздравить девушек заслуженными наградами, а остальным пожелать не сомневаться в своих силах. Это была программа «Семь минут». До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин